Здравствуй, 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 ты сошел на канал Оксана АСМР, я приветствую тебя на своем канале и приглашаю к просмотру и прослушиванию этого видео. Сегодня будет расслабление косметики и ароматиков в Абберлик и не только. Я с большой радостью и любовью приветствую всех своих дорогих уважаемых зрителей. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие. И добрый вечер, 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 добрый Так. Решила снять такое видео, потому что хочу отдать вот эту карабушку с вот этими вот духами и косметическими средствами, мои хорошие. Я, так сказать, провела. Расхламление небольшое, если это можно такое слово применить. Косметики и парфюмерии, да? В общем, я решила так, что вот мне нужно чуть-чуть вот убрать то, чем я не хочу пользоваться и не буду. Вот. По разным причинам. Что-то мне не нравится, что-то я просто допустим, пудры вот эти я убираю. Они мне нравятся. Но я предпочитаю люкс, вот и всё. А это Фаберлик. Это неплохие продукты, но я ими не буду пользоваться. Всё. Зачем? Чтоб они лежали. Ещё мои остатки. Хочу вам сказать то, чтобы... Я знаю, что очень много людей подписаны на Фаберлик. Ну, регистрируется в Фаберлик по моей ссылочке, да? И я во всех видео в Фаберлик, когда что-то покупаю, я всегда честно рассказываю, что это и я чего это, и как оно мне нравится, нет? И, возможно, какие-то из этих продуктов вы купили по моей наводке, так сказать. Но, моя хорошая, я вам сейчас каждый продукт буду показывать, рассказывать, делать случаи помадок, рассказывать про ароматики как могу и почему я избавляюсь от этих продуктов. Вот и всё. Итак, ещё забыла сказать, моя хорошая, вот это вот всё вы ничего не увидите в пустых баночках, потому что оно практически всё несколько раз испробованное только мной, да? И практически новое. Поэтому я нашла человека, который готов у меня забрать это, примет с удовольствием и будет пользоваться. Вот и всё. Я это не выкидываю на помойку, а отдаю человеку, который с удовольствием будет пользоваться и косметикой, и парфюмчиками. Итак, моя хорошая, вот я в руках уже держу, да? Это увлажняющий, да? Увлажняющий тональный крем от Ваберлик. И вот этот вот сиси-крем, балансирующийся с 7 сиси основов. Ну, тональная, да? Я не знаю смысл, если не отговаривать артикулы. Вот они артикулы. Я их выбрасываю. Не выбрасываю, а отдаю мне из-за артикулов. А из-за того, что просто мне не подходят эти текстуры. из-за того, что мне они не подходят и не нравятся, как они лежат на моей коже, вот и всё. Я с ними снимала, по-моему, 2 или 3 макияжа. У меня есть 2 или 3 макияжа косметика и Ваберлик. Только продукты мне Ваберлик. И вроде бы неплохо, если припудрить, если всего нанести. Но если нанести вот на этот, на вот этот вот праймер. Ну, что хочу вам сказать, мои сладкие. Я не хочу заморачиваться, оно мне не к чему. Я люблю. И у меня есть наличие люксовой тоналки, да? Несмотря на всю мою любовь и уважение. В компании Ваберлик там очень есть много продуктов, которые я использую в своей жизни. В том числе и декоративная косметика. Из декоративной косметики я люблю тушь Ваберлик и помадки Ваберлик. Но, тем не менее, я избавляться буду и от помад. В общем, 2 вот этих тоналочки я отдаю. Они практически вот одного тона такого. Давайте, может, я буду вам показывать. Ну, тон он подходящий мне. Потому что тут это вот увлажняющее, да? А вот это вот сиси-крем с маслом чайного дерева, по-моему, я купила прям похожие цвета. Нет, это чуть-чуть темнее. Но, при разнесении на коже, да, они настолько тоненькие, что сиси-крем, он подстраивается. Видите, что? Он пол-коричневый. При разнесении он вот становится светлым. В общем, их помешать можно. Еще что? Вот этот сиси-крем, который с маслом чайного дерева, для меня имеет отвратительный яркий аромат. Просто я его не могу терпеть. И я думаю, что и вот таким жирным блином оно лежит на коже у меня, никуда не девается. Этим средством обязательно нужен праймер. Потому что праймеры, кстати, у нас недавно появились. И их обязательно надо прибудить. Вот такой финиш у них. Ты лицо вот так за день вот. Все, видите, что? Ну, не нравится. Я прошу прощения, я взяла с собой влажные салонечки. Я буду вам что-то показывать и буду убирать с руки. Ну, чтоб потом было информативно. Это мой сладкий. В общем, отдаю вот эти две тоналки от Faberlic. То, что отдаю, пока буду вот сюда раскладывать, да? Потом назад в коробочку. А так как я отдаю тоналки, у меня других нет от Faberlic, я отдаю и вот этот праймер от Faberlic. Он хороший для тоналок Faberlic. Больше он мне ни для чего не нужен. Он, видите, такой, он не силиконистый, он очень приятный. Кстати, праймер хороший. Просто он мне не нужен. Вот и все. Он не липкий, не сильно липкий. Он вот так разносится, прям как водичка такая, знаете. Очень приятно. На нем буду делать свочи в Faberlic. Помадок не буду его стирать. Наверное, будет красиво. И вот так вот. Ну-ка. У него очень-очень нежный, приятный аромат. Он вот такой. И на него вот эти тоналки, если накладывать, оно будет держаться. Просто мне это не нужно. Вот это хороший продукт. Хороший продукт. Хороший продукт. И вместе с тоналками он работает. Дальше. Отдаю вот этого Мишу в двадцать первом тоне. Тут еще много. Отдаю тоже из тех же побуждений. Просто мне не надо. Вот и все. У меня есть два тональных крема. Мне больше не надо. Когда закончатся те, я куплю себе новое. Все. Я, знаете, из разряда тех людей, которые могут губнушек 30 штук собрать и тушь по накупать. И ароматов у меня много. А вот это вот тоналки и всякое такое. Я пять штук или там десять штук для меня иметь. Это как на шум по сердцу. Потому что мне кажется, они стоят. Я их не успеваю пользоваться. Они протухают. Не знаю. Хотя они у меня ни разу не протухали. Но мне кажется, свежий продукт. Открыть это свежий продукт. Мне жалко кушать свою, честно. Все, Мишу отдаю. Миша, это BB крем. Он хороший, отличный. Качество его намного выше в Эберлик. Это точно. Это Гавея. Это знаменитая марка. Просто такое мне не надо. Так, видите, вот смотрите. Вот этот вот праймер, да? Он впитался полностью. Вот этот блеск. Это не жирный блеск. Он даже заявлен, как подсвечивающий. Смотрите, какой он красивую кожу делает. Мне кажется, у кого молодая кожа, хороший цвет лица. И кто любит блеск вот такой вот чуть-чуть деликатный, мне кажется, блеск на лице. Смотрите. Это блеск. Он содержит какие-то частички. Его можно без тоноги вот так наносить. Летом, мне кажется, хорошая штука, красивая. Так, надеюсь, человек, которому я это отдаю, он будет пользоваться. Но мне сказали, что да. Что все с удовольствием примут. Так, дальше-ка. Так, я вот думаю, наверное, ароматы надо в конце показывать. Потому что если я сейчас тут буду тухарить и нюхать ароматы, я могу. Хотя я их могу не брызгать. Я их и так, знаете, все подряд буду. Так, я вот как-то покупала, помните? И выберли, ради интереса. Вот эти штуковины. Тут по 10 миллилитров, по-моему. И вот они. И что вы думаете, после того, как я вам их показала в видео, разве я их хоть распробовала? Нет? Я даже дома ими не могу брызгать. Так, фрэш. Вот этот фрэш, да? Какой-то там фул. Дальше. Джойфул. Вот он. А этот, а нет, они фрэш, это крейсфул, джойфул и плейфул. Короче. Если кому интересно, посмотрите видео, где я распаковываю вот эти ароматы. Я его иногда сама, момент, где я их тестю, да? Пересматриваю. Потому что это была шут-шутка. Особенно вот эта, вот эта шут-шуткая для меня. Во-первых, не открываются. Фух. Фух. Ух, шут-шуткая так и осталась. Не могу сказать даже, чем пахнет. Вот это вот для меня пахнет. Ягодкой какой-то дешевенькой. А вот этот желтенький пахнет арбузиком-дынькой. Да, такой арбузик-дынька, но тоже для меня. Фу-фу-фу. Короче, не ношу я такие ароматы. Я их покупаю только для того, чтобы попробовать это. Лично мой интерес. Я покупаю вот продукты в Эперлиго. Иногда беру ароматчики. Брала. Больше брать не буду никогда. Брала в надежде на то, что, может быть, возможно, хоть что-то мне понравится. Нет. Вот. Отдаю вот эти. Три. Отдаю. И вот эти вот ароматы, да, мои хорошие. Это просто то, что я вам снимаю, что я отдаю. Сейчас я батечки хлебну. За ваше здоровье, мои сладкие. Я просто не снимала раньше, покупала и дарила людям, расставала. Вот и все. Потому что не могу я у нее один аромат для себя подобрать, в общем-то. Дальше у меня идет вот эта вот помадка, которую я обожаю. Я думаю, что она у меня почти кончилась. Она почти кончилась. И мне кажется, она изменила чуть-чуть свой запах. Вот именно эта. Я ее хорошо пользовала. Четыреста. Четыреста. Четыре шестьдесят один. Это Ваберлик. Это устойчивая жидкая помада. Ну, как там кончилась, там еще можно красить и красить, конечно. И запах она, мне кажется, не изменила. Это у меня с нюхом что-то. Я просто хочу ее отдать, мои сладкие. Ну, попасть не могу. Потому что у меня есть на замену другая такая же стойкая помада. Давайте, хотите, буду вам рисовать. Она очень красивая. Очень красивая. Она матовая. Она сначала вот такая кремовая, да? Вот правильно передает ее оттенок. И потом чуть-чуть времени проходит. Она как бы застывает. И ее нужно губы вот так сделать. И здесь поверхность будет бархатная. Очень красивая. Видите, как отличается от флакончика? Отличается от флакончика. Это помадка. И в каталоге цвета этой помадки, вот где губки сделаны с флотча, совершенно не соответствует натурального. Потому что есть во флаконе. Она даже вот так не соответствует. Очень красивая. Я ее просто там, ей еще можно пользоваться. Там половина есть. Я вчера просто звонила человеку, спросила. Говорю, я хочу помаду убрать из своего гардероба. Говорю, ну много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 тринадцать, четырнадцать. Получилось. Я еще не знала сколько. И говорит, ухи, там пудрочки, кое-что-то. Я спросила, надо. Мне сказали, надо. Вот и все. Мне сказали, все, заберу. Ничего не выкидывай, заберу все. И вот там человек разберется, что ему надо, что ему не надо. Такая вот. Недавно снимала с ней макияж. Ой, ой, ой. Попасть не могу через камеру. В общем, помада эта суперская. У меня осталось две таких ярко-красные. Я оставила. И чуть-чуть более теплая, персиковая. В шестьдесят третьем тоне. Это шестьдесят первый. Но я купила кис бров. Недавно вышла у нас матовая стойкая помада. Я их сравнила. Они, ну, прям, одинаковые. Так, отдаю вот эту помадку. Я, наверное, хочу, знаете, что сделать? И так поставить, чтобы вам видно было и вот здесь, и вот здесь, да? Потом я все равно все заставлю опять в коробочку, мои сладкие. Чтобы вот так видно было наглядно, да? И красивенько. Так. Я помады Выберлик обожаю. У меня осталось их много. Больше двадцати. И там HD Color почти вся коллекция. Там остались еще как, господи, гидролипс. Гидролипс. Штук пять или шесть. Вот эти кис бров две. Вот таких две. Так что... Есть у меня еще помады Выберлик. Я хочу Вам еще, знаете, что сказать? Вы можете подумать, Оксана, с какого перепуга ты решила их отдать еще? Вот это... Ну, блеск там тоже его много. Абсолютно. Блеск очень мне нравится. Очень. Отдаю. Не потому что испортился или там завоняло или что-то такое. У меня люксовых блесков, по-моему, шесть штук. Мои сладкие. Мне вчера еще два подарили. И вот когда мне вчера подарили два Диора, да? Он очень красивый. Смотрите, там какие пиздящие частички. И я залезла просто в свой этот чемодан с косметикой, да? И я подумала, вот у меня простаивает Ивзен Лоран Диора, да? Джорджа Армани. Ну, это я помады имею в виду и блески, да? Ну, зачем мне столько, зачем? Я хочу пользоваться вот люксом, да, честно говорю. Несмотря на то, что я обожаю вот помады Фаберлик. От души Фаберлик я вообще никогда не откажусь. Я ни одной души не отдаю. Вот. Вот такой блеск отдаю. Он у меня в оттенке. Четыреста пять девяносто. Вы мне очень часто писали еще, где я с лицом снимала в этом блеске, что какой красивый. Красивые губы он делает. Ну-ка, вот это поцелуй. Подождите. Ну-ка, вот смотрите. Видите, она как будто блестит. Вот так раз. Смотрите, когда вы делаете губу друг об дружку. Только не сразу дайте время ей. Видите, она еще отпечатана. Она становится вот такой на губах бархатной. И она застывает, ну как бы, в умадину. Я не знаю, как вам это сказать. Потом она не будет вот так отпечатываться. Вот такой блеск. Дальше, мои сладкие. Что тут у нас? Так, вот этот ароматик. Давайте пока его... А то тут не видно его уже, красавчика, да? Это ароматик у нас Мурмур. Фаберлик Мурмур. Вот здесь была такая пуховочка, помните? Он сейчас есть в каталоге. Я его попрызгала, видите? Если честно. Я их пррызгала дома. О, простите, мои сладкие. Вот это не я виновата. Вот это дизлайк компании Фаберлик. На ароматах не держатся крышки. Он на этом держится. Даже вот на Юдашкине не держится. И на Ренате не держится. Вот это самые дорогие ароматы Фаберлик. И вот это такой косяк Фаберлик. Это просто бипец. Это, я считаю, вообще недопустимо продавать аромат. Сколько бы он ни стоил, вы почему не можете сделать, чтобы крышечка держалась? Уму непостижимо. В общем, отдаю вот этот аромат. Ароматы мои сладкие отдаю. Знаете почему? Не могу ни один аромат Фаберлик принять не могу. Вот это такая кондитерская ваниль. Я не пишу, что здесь белый шоколад и что-то еще. Да. Но оно настолько дешево для меня звучит. Я не знаю. Но он такой стойкий. Он очень стойкий. От него даже можно не отмыться. В тушь сходишь и волосы пахнут вот этим. У меня. Он не отвратительный. Он такой сладкий-сладкий. Он мне даже нравился. Сначала, видите, я полфлакона выбрыскала. Сейчас не надо все. И я вам сейчас хочу сказать причину, почему я не могу принять ни один аромат. Скорее всего это потому, что я всю свою жизнь пользовалась люкс-ароматами. Очень. С раннего возраста. Честно, когда я только стала работать, зарабатывать. А работать я стала рано. А я стала себе покупать ароматы. Вот. И супруг мне мой дарил ароматы. Это первый. И второй супруг мне всегда дарит ароматы. Это мой милый Руслан, с которым я сейчас живу. И дочь моя, Кристина, очень много пополнила мою коллекцию с восхитительными ароматами нишевыми, понимаете. У меня сейчас, в настоящее время, я честно не знаю, сколько ароматов там ниши, люксы, ниша. И, понимаете, когда у тебя есть такие ароматы восхитительные, да, то я вот думаю, я вот сколько перепробовала вот этого Фаберлик, да. Я думаю, сколько я денег выкинула вот, честно, на помойку. Но это просто, конечно же, мое любопытство. Потому что человек, который любит ароматики, видите, какая красивая штучка. Он, понимаете, покупает, может покупать и дешевое, и дорогое, и всякое. Потому что это интересно. В общем, вот здесь держится крышка. Это единственный у меня флакон. Хочу вам предложить мои сладкие. Может быть, кому-то, если вам интересно, чтобы я сняла свою... Это не коллекция, это мой парфюмерный гардероб. Напишите мне в комментариях просто два слова твоей духи. Твоей духи напишите. Я посмотрю. Если вы будете такое писать, значит вам интересно такое видео. Я его сниму. Я сниму все свои ароматики. В моем парфюмерном гардеробе, мои сладкие яя, понимаете, с годами. Я его уже собирала. Одно убирала, одно что-то покупала, что-то мне дарили. И вот сейчас, в настоящий момент, в моем парфюмерном гардеробе, пусть немного ароматов. Я вам их иногда показываю, когда делаю макияж. Это ароматик дня. Но их немного, но они все в тельняшках. То есть я их все люблю. Они восхитительные для меня. И пока что я вот в них еще ни в одном до сих пор не разочаровалась. Вот. Поэтому в фаберлик я покупала. Больше покупать не буду. Я поняла, что это. Ну, естественно. Ну, что можно купить за три тысячи? Вот. Деньги. Или там даже за тысячу рублей. Нет? Не может аромат, который я люблю столько стоить. Вот и все. Но это лично мое мнение, мои хорошие. Вот такой симпатичный, я считала, флакон. Крышка прикольная такая, да? Жули-жули. Называется Жули-жули. Тоже... Покупала как новинку. Не знаю. Ну вот, я его брызгала, видите? Брызгала. Пыталась. Я их пытаюсь понять, но не могу. Нет. Вот. Отдаю тоже в добрые руки. Вот и все. Пусть лежит вот так красивый цветочек. Не дай бог мне его уронить дальше. Вот здесь у меня помадки стоят. Вот эти вот, да? А я их сразу все четыре купила. Так, сорок. Пять... Так, что тут у нас сорок? Господи, пятьсот восемьдесят два. Помады, во-первых, я никогда ни разу не покупала по цене каталога. Ни разу. Мало того, что у меня скидка моя минус двадцать шесть процентов в основном, да? А еще и часто же они бывают бонусами за покупки и так далее. И там прибавляется моя скидка. В общем, дороже восемьсот деньги. Семьсот восемьсот. Они мне никогда не обходились даже самые дорогие. Ну так тоже, конечно, деньги, но... Качество помады Ваберлик суперское, понимаете? Они стоят намного дешевле даже по ценам каталога. Да я так считаю. Чем вот они... Ну, по качеству, понимаете? У них качество высшей их стоимости намного. И вот эти вот четыре, да? Эта серия такая матовая. Она называлась Вельвет Кис. Я не знаю, по-моему, сейчас тоже есть недавно была распродажа. И тоже была какая-то распродажа. Я схватила вот эти четыре за копейки. Они все очень... Все... На них есть вот что у меня, но я вам сделаю. Они все в коричневых тонах. А-а-а! Видите, какие у них стики красивые, с губками. Просто супер! Они все в коричневых тонах, которые я взяла. И взяла я их, понимаете? По обзору одной из девочек. Давайте просто буду рисовать. Они очень такие, приятные, мягкие. И она... Вельвет Кис. У нее вельветовый какой-то. Такой финиш вот здесь надо рисовать. Вот она. Супер! Она красивая. Она вот здесь вот... Короче, на камере она светлее в жизни. Она рыжее... Ой, не рыжее. На камере она светлее и рыжее в жизни. Она более красноватая какая-то и темнее. Вот такую отдаю помадку. Тоже токовым скотчем сделала. Может, один раз губы покрасила. Все. Стоит затем аромат. Подождите. У нее очень нежный, практически незаметный аромат. Так, вот это вот даю, да? Так, придется мне жули-жули поставить. Так-так-так-так-так-так. Простите за грохот. Простите за грохот. Теперь... Дальше. Сорок пятьсот восемьдесят один. А это было сорок пятьсот восемьдесят два. Вот это восемьдесят два, вот это восемьдесят один. Видите, более розовый какой-то батон, да? Она смотрится практически одинаковой на камеру и здесь. Давайте нарисую. Вот такая красота. Это все мои цвета. Отдаю не потому, что они нравятся, а потому, что у меня много помад. Я вам объясняю еще раз, чтобы те, кто покупает Выберлик... Знаете, я обожаю помады Выберлик. У меня есть видео, мои помады Выберлик. У меня вот такой ящик целый. Я просто отдаю то, чем я не пользуюсь. Помада эта суперская. Ну, видите, я даже ее пользовалась лететь. Вот эта полироза в жизни, она такая же, как здесь. Смотрите, какая красота. Ну-ка, да? Ну-ка. Да, она в жизни, как на сводче, вот эта вот, менее рыжая в жизни. Очень красивые цвета. Но у меня есть такие цвета, мои сладкие. В других помадках. Вот и все. Ну, что хочу сказать, мне кажется. Я еще что хочу сказать. Вот помады Выберлик. Люблю за что. Смотрите, какая красота. Ну, это подумайте, толочь ее или нет, честно говоря. Вот такого холодного, таупого оттенка у меня, по-моему, нет. Да нет, все, я там еще что-то брала. Она вот такая. И она как-то по суше наносится, если честно. Вот такая красота. Супер. Вот. Вот. Это вот эта помада. Вот здесь. Посмотрите, какой финиш. Она сухой финиш. Вот у этого вот праймера. Вот у этого праймера сейчас на совпаду, по-моему, нету его этого. На коробке написано. Это пять в одном. Пять сторон. Недавно вышел. На него, вот говорю, он вообще не слив. Вот он сухой. Мне кажется, его вот так можно наносить. Если у вас ровный тон кожи. Супер. Кто любит вот такое деликатное сияние? Супер. Молодцы, Фаберлик. Я люблю Фаберлик. Так. Просто, когда у тебя слишком много, или когда ты не пользуешься, например, вот это, да? Я не умнее стоять для красоты. Зачем? Я хочу, чтобы это кому-то принесло радость. Вот и все. Так. Валентин Юдашкин. У меня есть оба. И я их, видите, пользовала. Вот. Вот. Он не новый. Не знаю, как показать. Видно. Это Валентин Юдашкин роз. Кстати, он мне так нравился. Он неплохой. Я бы, может, его даже не носила. Но, я говорю, у меня столько люкса и ниши, что мне жалко, что у меня простаивают. Понимаете? Ароматы вот и все. Пусть он порадует кого-то. Это пион с розой для меня. Аромат качественный. Аромат хороший. Просто я его не использую. Вот и все. Я хочу порадовать того человека. Я его знаю, которому я это отдаю. Это духи капнули. Так, мои сладкие. Смотрите, какие помадки. Действительно филетовые. Это какой-то такой у них финиш. Ни глянцевый, ни матовый. Супер. Так, теперь... Ой, простите, мои сладкие. Дальше. У меня есть две помадочки. Я же, как всегда, все роняю. Те, кто меня смотрит, те знают. Смотрите, какие у них штучки красивые здесь. Это из коллекции Рината. Во-первых, Лика Рината. Их сейчас в каталоге вообще нет. Я их покупала, наверное, год назад. Они не испортились. Я их нюхала. Я их пробовала, прежде чем отдать. Ой, так конфеткой пахнет вкусно. Я все продукты открыла, протерла везде. Все, чтобы было все чистенько. Ничего не вонючего. Я люблю такое. И я тогда тоже на какой-то закрытый раз в продаже купила вот эти две помадки. Да? Купила. Пару раз, может быть, попользовала все. Так. Не знаю, есть ли смысл. 40, 291. Мне кажется, их уже вообще нету. 40, 281. Она, смотрите, как щелкает. Сейчас. Когда открываешь, закрываешь. Слышишь? Вот так. Вот так. Чик. Давайте, пусть нарисую здесь вот их Ринаточку. Она очень-очень глянцевая. Это... Вот, прикиньте, какая помада. Она совершенно не стойкая, конечно же. Она очень маслянистая такая. Но у нее такой... О, видите, какая мягкая. У нее такой красивый вот этот блестящий эффект. Вот. Вот такая. Чего я ее сломала, что ли? Она очень мягкая. Очень красивая. Думаю, если ее с карандашиком делать нейтральным каким-то, чтобы не портить ее цвет, то она не будет растекаться. А так, мне кажется, она будет растекаться. Не знаю. Я их носила пару раз. Но у меня, в принципе, помада не растекается. Потому что у меня, слава богу, вот хотя бы вокруг губ нету морщин. И вторая вот такая. Красивая. Супер, да? Такая. Такая. Вот такие они глянцевые ренаточки. А там пусть человек радуется, пользуется в жизни, как говорится. Вот я ее покрасила, смотрите. И вот она у меня тут уже... Ну, я ее вроде бы не давлю. Нежно делает. Она очень мягкая, очень нежная. Она такая приятная. Ну, это вообще. Я обожаю помады Ваберлик. Их вот постоянно выходит. Очень много новых, да? Вытирать. Потому что я отдам после съемки видео все это человеку. Обожаю все линейки. Все линейки Ваберлик. Они разные. Некоторые люди говорят, вот смотрите, разные. Вот это вот одна линейка, это другая, это третья. Они по качеству все разные. В них восхитительные цвета, понимаете? Я помады Ваберлик очень-очень уважаю и люблю. Очень. Поэтому я отдаю не все. Несмотря на то, что у меня там много люкса, да, надо его использовать. В первую очередь буду пользоваться его, да. Но я не смогла, у меня рука не понравилась отдать все помадки. Ну, дальше вот эти две помадки, да. Вот эти две. Тоже как-то я покупала на заре моей деятельности Ваберлик. Это... Сейчас их даже нет, по-моему, в каталоге. 458 и 450. Это... Помадка... Кремовая с матовым финишем, по-моему. И она у меня в двух оттеночках. Я ее носила. Здесь одна красная. И одна вот такая вот. Вот эта я даже поносила. Вот здесь логотип Ваберлик. Ее... Ну... Конечно, ее меньше, чем половину я сносила. Ну, а я ее носила. И вот давайте посмотрим, какая она. Она очень красивая. Она здесь смотрится так же графически, как и в жизни. Она такая чуть-чуть такая посуже наносится, чем вот эта. И она матовая. Смотрите, ни одного оттенка нет. Одинакового. Да. Ну, может быть, конечно. Может, она все на магнитиках. Да что ты! Прости, господи. Прям помады не хотят от меня уходить. Простите. И вот такая красная. Один раз я, наверное, ее покрасила. Точно один раз. Она практически новая. И она тоже матовая. Она, понимаете, вот здесь красная смотрится. А на самом деле она вот такая алая на самом деле на губах. В жизни она не такая красная. Она вот алая такая какая-то. Вот такая же, как вот звуч. Видите? Такая помада. Она более... она холодная. Здесь она как-то теплая красная в жизни, а холодная. Восхитительная помада. Она хорошо на губах держится, не растекается, ничего. Так же, как вот эти помадки. Вот. Супер. Это не стойкие, как вот эта вот намаза, вот. И она вот... Это по праймеру я ее раздираю. А эти они вот, они не стойкие, конечно. Но они не растекаются по губам, я вам говорю еще раз. Там какие-то трещины, все. Вот эти, да. Вот эти, нет. Блески вообще суперские. Блески можно наугад брать. Там столько оттенков, мне кажется, они все практически одинаково будут на губах. Так, дальше, мои сладкие. Это тоже, когда выходят новинки, я пытаюсь брать, слава богу, вот из этой серии. Я взяла одну. Я не испытываю таких же восторгов, как многие испытывают вот в этой помаде. У меня тон сорок семьсот восемьдесят пять. Это глэмшайн липстик. Это типа перламутровая помада. В жизни она розово-персиковая. Вот здесь она морковно-персиковая. А она красивая. Но она такая, ну как сказать, не знаю, как объяснить. Сейчас посмотрите. Ну, может, кто-то и покупал такую помадку. Ну, такая вот. Я ее, знаете, прошлой зимой в карман куртки кладу. С Мишкой гулять все-то, когда с коляской. Она не растекается, что за место под заму кладу. Губы на мазь около и все. По дороге иду, допустим, где-то без зеркала достала. Вот так губы накрасила. Там какие-то частички ведь есть, и все. Так, больше пользоваться я не хочу и не буду. Пахнет приятно, конфетка какая-то. Отдаю. Вот и все. Я думаю, что человек посмотрит, которому я все это отдам. Что надо, осталось, что не надо, выкинет. Но мне этот человек сказал, забери все. Я буду благодарна за все, за ваше здоровье. Люблю вас, мои сладкие. Люблю вас, люблю вас. Так, дальше. Ароматик. Еще один Юдашкин Голд. Это пудра. Пудра, пудровая пудра. Хороший аромат. Еще раз говорю, посмотрите, какие флаконы качественные. Как вот здесь все у Юдашкина сделано. Пробки. Вот это держится. Это тоже держится. Но иногда их, смотря как. Нет, у Юдашкина держится. Вот это, видите что? Вот. Хотя сначала держалась. Ну-ка. У Юдашкина держится. Держится. Вот. Вот это слабее как-то стало. Рост. Может от того, что я больше ее использовала. Это тоже пользовала. Чуть-чуть. Это, знаете... Мои сладкие. Еще хочу рассказать все, что я вам сейчас рассказываю об ароматах. И о другой косметике, да? Это лично мое мнение. Я надеюсь, вы понимаете. Это мои сладкие, да? И мое восприятие. Восхитительный флакончик. Так же как роз. Я так люблю, как звучат флакончики. Вот эти с ароматами. Крышечки, конечно, дешевый пластик тут. Но ничего. У меня мало места. Вот я и грохотаю. Осталось немного так. Вот это обалденная, благородная пудра. Ну, пудра, знаете, такая. Не старая прокуршая, а такая старая винтажная, можно сказать. Но не винтажная пудра. Но не старая пудра из бабкиного сундука для меня. Понимаете, что? Вкусный аромат. Женственный очень. Но это, конечно же, не для 20-летних девочек. Говорят, ароматы не делятся по возрастам туда-сюда. Я вот, например, по временам года могу не делить ароматы. Могу использовать ароматы унисекс. Бывают такие, которые мне нравятся, да. Но по возрастам я могу делить, да. Вот этот аромат, ну, от 30 и выше. Это можно девчонкам брызгаться. Можно девчонкам. Это уже такие более солидные они, да. Люблю, люблю их. Просто не пользую. Они занимают место у меня в шкафу, на моей полочке. Ну, зачем? Не знаю. Смотрите, какая красота. Я эти свочи прям... Вы посмотрите Рената. Мне кажется, она такая ухаживающая. Но ей нужен карандаш, конечно же. Она уже там начинает куда-то затекать, мне кажется. Так. Дальше вот эти три помадки покажу вам. Которые от Талли тоже из одной линейки. Суперские такие флакончики. Флакончики очень хорошенькие. Мне кажется, вот эти старенькие флакончики делали побогаче, чем вот эти вот сейчас. Вот это вообще дешевый флакончик. Ну и цена помад разная. Мои вы сладкие. Вот это, не знаю. Здесь магнитик, здесь пластик, здесь металл. Это ухаживающая помадка, бальзам, кип, пальму. Вы были? Это кремовые такие помадки, типа вот этих. Но не так блестят. Сейчас я вам покажу. Ухаживающие компоненты она имеет. Я купила три тоже на какой-то распродаже. Вот, сходчи сделала. Вот таких я две брала и четыре. Был одну подарила медсестре. Вот такой вот. Потому что такой тон всем подойдет. Она новая. И вот так она смотрится в один свайп. Ну и все. Ее практически ты так не на слои, чтобы прям... Она такая ухаживающая помадка, бальзам. Хорошая. Дальше. Так, так, так. Сорок. Шестьсот девяносто восемь у меня есть. Я всегда, если несколько беру, я стараюсь разные тона брать. Это такая слива какая-то, по-моему. Они очень хорошо смотрятся на губках. Просто я ими не пользуюсь. Видите? Вот она новая. Она даже еще выступает оттуда. Попробовала поразику еще. И вот это у меня, по-моему, какая-то фуксия. Фуксию, по-моему, я раз за два пробовала. Я такое люблю. Так, 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 мои сладкие. Вот. Красивая. Вот отдают уже в добрые руки. Пускай человек пользуется и радуется. Это не чужой мне человек. Не с улицы. Поэтому, я думаю, меня никто не осудит. Ничего. Я уже отдавала этому человеку восьминчику и так далее. Думаю, и он этим пользуется и очень рад. И благодарит меня за это, когда я что-то вот так вот отдаю. Вот и все. Напишите, вы как? У вас бывает, например, такое вот, как у меня? Я у тела достала свою всю косметику и думаю, зачем вот это все лежит у меня? Зачем оно у меня все лежит? Я не пользуюсь. Я хочу отдать. Напишите, бывает у вас такое. Или вы просто с мозгами дружите и столько не покупаете, как я. Вот и все. Ну, я знаю, что очень многие женщины вот так же, можно сказать, болеют, как я, да? Так, здесь остался у меня там ароматчик. Вот четыре сухих продуктов. Вот Рината, Рината красная, да? Она почти полная. Я ее только пробовала. Да? Тут вот так по плечике аромата. Я ее купила для того, чтобы сравнить. Все говорили, что Рината это тоже на скидках купила, но все равно, конечно, эти деньги. Все говорили, что Рината секретта это Джорджи Армани Си. Джорджи Армани Си у меня был оригинал. Первая версия, когда только они появились, этот парфюм Джорджи Армани Си. Мне муж сразу его подарил. И я не знаю, как кому, я его прям с собой использовала. У меня 100 миллилитров было. Потом, по-моему, на дне там вот столько осталось. И, по-моему, Кристинка у меня собрала его, говорит, я попробую я хоть что-то такое. Это было, когда мой ребенок еще учился. Это было очень давно. Так, ну и я купила вот этот. Это не Джорджи Армани Си. Естественно. Не надо обольщаться. Он не противный. Поначалу мне показался жуть. Просто жуть. Не то, что жуть, а никаким. Но ничего общего у него нет. Джорджи Армани Си. Но носить его можно так же, как вот эти два ароматика. Можно, можно носить. Вот это для меня я не могу. Нельзя носить. Для меня. Для меня. Вот это можно. Но я отдаю. Потому что у меня есть много другого. Любимого. Вот и все. Я думаю, что женщина, которая это вот отдам, она вот этим очень обрадуется. Я ищу отсюда мои сладкие. Знаете, какие убрала два ароматика. Товаруа женский. И юзу. Как он там? Кого ли юзу? Он такой. Такой лимонный какой-то. А товаруа женский. Он такой какой-то свежачок такой. Я его знаете кому? А там. У меня его уже забирает. Мужчина. Он понравился одному. А не понравились мужчине. Прикольно же. Но я считаю вот... Некоторые говорят, что нет мужских женских ароматов. Возможно. Но для меня есть. Для меня есть. Я люблю мужские ароматы. Но я не могу тушиться мужскими ароматами. Только если у меня секс, который мне нравится. Понимаете? Вот так. Но я вам такую сейчас историю расскажу из жизни, да? Мой отец. Отец мой. Царство ему небесное. У нас вся семья любит духи. Понимаете? Мы такие все. У меня дед был такой. Бабушка была такая. Пацала с коленей. Они меня воспитывали. Мой отец Евгений. Царство ему небесное. Такой был. У него доходило до того, что он выливал на себя духи моей мать. И вы представляете? Вот он не различал. У меня мачеха была. Но меня воспитывали родители отца, бабушка с дедушкой. Но я точно знаю, потому что мы общались с отцом и мы жили рядом. И от него зачастую пахло женскими духами. Понимаете? Этот человек настолько любил духарица. Настолько любил духарица. Понимаете? Что он и свои использовал. И своей жены моей мачьей использовала. Этот пипец был вот так. И он был всю жизнь такой. Всю жизнь. Вот говорят, ничего не передается. Все передается по наследству. Вот я же также люблю духи. Самого... Наверное, как только у меня появилась возможность их покупать, они у меня есть всегда. Всегда. Сейчас у меня много. Но у меня всегда было несколько флаконов. Не знаю. И дочь моя, Кристинка, она такая же родилась. Вот понимаете? У нее вообще еще больше это как-то развито. Она настолько углубилась вот в эти ароматы. У нее же коллекция шикарная там и все такое. И благодаря моей дочери я познакомилась и продолжаю знакомиться. У меня вот мурашки, когда я про ароматы говорю. Я вам уже говорила, что ароматы, они являются триггерами для меня. Так же, как красивые голоса, пение. И вот она же мне... Сколько она мне дарила, сколько она мне доставала по такой цене, который не купишь. Очень дорогие ароматы. У нее там связи, у нее чат свой, короче. Парфманьяки, есть парфманьяки, да? Это я вам про духи рассказываю. Кто хочет, чтобы я сняла вам свои духи, напишите мне. Еще раз спрошу вас. Просто там, где ваш комментарий будет, напишите свои духи. Вот и все. Я вам покажу, что у меня есть. И еще вот кому интересно про ароматики, да? И это связано с моей Кристинкой, дочкой с моей. Вот, например, у нее уже много большая коллекция была. Потом она ее распродала практически очень много. На ее канале все это есть. Ссылку я не даю больше на ее канал. Это связано с тем, что появились уроды. Я больше никак не могу это объяснить. И назвать уроды появились, понимаете, которые по моей ссылке заходили на канал моей дочери и срали там в комментариях под ее видео насчет меня. Насчет меня. Насчет ее мамы, представляете? И она стала это все блокировать. И туда-сюда я перестала давать ссылку на ее канал. Вот так все. И что хотела еще сказать. Так как я вот, допустим... Ну, Кристинка любит же меня, да? Она знает, что я люблю ароматики. Но я не могу коллекцию в 500 флаконов иметь. У нее когда что-то новое появляется, допустим, да? И она, допустим, успевает мне сделать какой-то отливант. Ну, там... Или я хочу там что-то попробовать. Она мне отливает в 5-10 миллилитров такие пробирки, знаете, отливантики. У меня есть... Ну, вот такая, наверное, коробка. Наполовину. Ну, там много штук. 30 есть отливантов. Если не больше. Если кому интересно, тоже напишите слово отливантик. Покажите отливантики, какие у вас есть. Там такие редкие ароматы дорогие. В основном и очень редкие. Там либо бутиковые линейки люкса, либо ниша. Вот. Это три ароматы, которые я никогда себе не куплю. Но я ими прыскаюсь. Сегодня вот, буквально вчера они с Мишкой ко мне приезжали в четверг. Она мне привезла 4 отливантика новых. Суперских. Ладно. Об этом я вам расскажу. Если вы захотите, я сниму свои отливантики. И сниму свои духи. Напишите. Так, следующее, что я отдаю, это пудра. Вот это плёр. Я их брала две. Одну новую я оставила в упаковке. Я её подарю. Возможно, медсестре или пусть лежит. Для меня. А вот эту пудру я тоже отдаю. В большое зеркало я её отдаю без спонжа. Я её пару-тройку раз использовала. Видео. У неё, видите, ещё рельеф даже не стёрся. Она в каталоге идёт. Она плёр эффект имеет. Вот она такая тоже как бы атласная, такая блестящая чуть-чуть. Она не плотная. Она идёт в одном оттенке, потому что она плёрит очень хорошо кожу. И она такой холёности придаёт. Хорошая пудра. Хорошая пудра. Отдаю. Отдаю, потому что мне нужно закончить мою вот такую компактную основу пудру, можно сказать. Герлен, понимаете, зачем я буду вот это держать и вот этим пользоваться, если у меня Герлен есть. Попробовала, вам сказала, пудра хорошая, можно брать. Это, говорю, тем, кто покупает в Эперлик, пудра блёр хорошая. И упаковочкой всё, я спонжики вытащила. Я сначала хотела помыть спонжики вот из этой пудры и из этой пудры, но потом подумала как-то, наверное, не очень это. Спонжики вытащила, я думаю, у человека есть кисть или он купит себе новый спонжик за 3 копейки. Так, эту пудру отдаю. Помадки это все, это значит раз, два, один блеск, один блеск и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать помадок. Отдаю я один блеск. Так, и вот эту пудру отдаю тоже 6370. Пудра хорошая. Просто мне не надо, не хочу, чтобы портились продукты, понимаете. Говорят эти продукты, хотя они ещё долго не испортятся. И вообще типа сухие продукты не портятся, но вот здесь вот такое здоровое зеркало. Но, мои милые, мне так жалко мою кожу, да? Мне уже не 16, да? Да и в 16 не стоит, как говорится, на свою кожу, я считаю, накладывать то, что может вызвать какие-то раздражения. И всё. У меня кожа иногда высыпания могут быть или что-то такое. Не хочу, чтобы лежала долго. Вот за кончики, Лен, куплю новую пудру. Вот так я хочу шить. Вот и всё. Пудра вот эта, вот так её трогаешь. Она поплотнее. Она, видите, тоже такая как бы не вымыти, но матовая, да? Она супер какая нежная. И у неё, конечно, покрывающая способность больше, чем вот у этой пудрочки плюр. Отдаю. Пусть человек радуется. У меня есть такая пудра. А нет, была ещё одна, вторая. Я когда вот в поликлинику ходила в этот месяц, я подарила своей медсестре пудру вот такую. Только чуть-чуть, по-моему, посветлить на один тон. Это самое, по-моему, тёмное. Или наоборот. В общем, пудру подарила. И в коробочке. И в коробочке тоже новую. Эту как её. Пуш-ап. Вот и всё. Она так рада была. Ну, согласитесь, вот она достойной упаковки. Всё такое. Не знаю. Вот эту кисточку у себя нашла. В кисточках у меня кисти. Там есть ещё запас. Это кисть от Lancome. От этих ртрумян Lancome. Они у меня есть. Я их использовала до большой дырки. И они у меня в косметичке лежат. Но эта кисточка новая. Я её не пользовала. Она, по-моему, натуральная. Я не знаю. Хочу её отдать. Вдруг у человека нет кисточки. Потому что вот эти вот румяны двое отдаю. Ну, мало ли вдруг пригодится. Мне не надо. Просто отдаю. Она у меня лежит уже годная. Мне её жалко выкинуть. Она суперская. Так. Этот румян Lancome. Отдаю вот такие вот румяны. Это не тени. Не знаю, сколько они у меня пролежали. Вот одни в 32-м тоне. А это, по-моему, тени. Или тоже румяна. В 95-м тоне. По-моему, это румяна мои сладкие. Тени у них шли вот в таких тоненьких баночках. Сейчас почитаем. Тут что-то у меня этикетки даже нет. Так-так-так-так. Что это? Подождите. Я вот так прочитаю. Так. Я вряд ли сейчас могу что-то прочитать. Подождите мои сладкие. Тут такая темнота сейчас. Короче, я не знаю. Я это покупала как эти. Как румяна. Это буржуа. Это точно румяна. Это точно. Вот они у меня лежат и лежат. Лежат и лежат. Понимаешь, мало больше. Они почти новые. Тут зеркальца тоже есть. Надо вот так все протереть. Но их, мне кажется, можно и как румяна, и как тени использовать. Давайте вот сюда. Ну, вот такие они. Это запеченные продукты. И чтобы раскочегарить, мне кажется, надо разговаривать. Вот такие красивые. Золото такое какое-то. Персиковое золото. В жизни они розовее, чем на руки. Красивые, шиммерные такие. Я не знаю. Я как румяна это как тени. По-моему, я их покупала как румяна себе. Но их как тени можно использовать. Вот отдаю. Потому что не использую. Они с годами используют. Они и так запеченные продукты. Твердые. Они у меня уже лежат несколько лет. Это вот так вот. Не знаю. Тоже вроде запеченные на текстуры. Смотрите. Розная какая-то, да. Или одинаково, не знаю. Вот эти более розовые. Так. Я не мягче, да? Может, это тени. Ну-ка. Вот. Вот такие. Не знаю. Вот. Может, тебе оставить у меня розового. Ничего такого из теней нет. Буржуа. Не знаю. Посмотрим. Что-то сейчас попробую. Они у меня лежали далеко-далеко в моих запасах. Думаю, может, их оставить. Мне кажется, нафиг будет красиво вот этот розовый смотреться. Короче, насчет вот этих подумаем. Я не пойму, что это. Это тени или это румяна? Какой-то рок-рос. Роз, да. И что? И что вы тут? Что вы тут нам хотите сказать? Что это? Тут можно отголубать, но я не буду вот эту штучку. Может быть, там и написано, что это такое. Она, наверное, уже не отголубается. От своей древности. Я знаю, что куча раньше буржуа. Это вообще же была как бы, ну, масс-маркет такой у нас. Сейчас я посмотрела тени. Цены на буржуа прям чуть ли не как люкс стоят. Так, сейчас я вот это вот беру. Вот и все. И что тут ростает? Жас какой-то. Блаж румяна, видите? Это румяна такие яркие. Вот. Ну, красивенькие. Блаж. Блаж это же румяна, да. Вот это румяна. Вот это я отодрала. Думаю, это тоже румяна. Короче говоря, мои вы сладкие. Вот видите, как вот решила подумать насчет вот этих двух продуктов. Хотя у меня румян целая палетка. Целая палетка этого. Как его, Господи, Мак, я их обожаю. Вот и все, что я хочу отдать. Считаю, если я уже достала это, то я это отдам. Обязательно. Давайте посчитаем с вами. Потихонечку. Давайте, чтобы в коробочке было все видно. Так, 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 так. Рината раз. Ароматиков сколько? Два. Юдашкин два. Юдашкин три. Всего лишь я имею ввиду сколько? Три, да. Джули-джули это четыре. Пока это уберем вот сюда. Джули-джули четыре. И вот. Выберли к вам не стыдно за это. Позор. Жалко, что они не смотрят никто наше видео. Тех, на ком они зарабатывают деньги. Мур-мур. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот пять ароматиков. Пять ароматиков, да? Так. В пузырьках пять. Не помещается. Сейчас мои сладкие. Я хочу сделать, чтобы все видно вам было. Пять ароматиков в пузырьках. Потом два ароматика, два пузырька. Пока еще я отдам парню одному. Это будет семь. Потом, значит, вот таких вот три. Фул эти. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять, десять. Я отложила для парня, для одного. Значит, десять ароматов отдаю. Больше покупать не буду. Никогда. И я для себя вчера дала слово. Пока у меня есть покупать возможность. И мне дарят люкс и нишу ароматы. И у меня их достаточно много. Я буду пользоваться только ими. Все. Мне просто не надо. Это хорошие продукты. Вот это, вот это, вот это вообще хорошие. Это такие легенькие, несерьезные. Вот это мне нравятся, но я не буду пользоваться. Я еще раз хочу попросить прощения для тех, у кого вот среди этих продуктов есть любимчики. Мне это все нравится. Я вам говорю, что это отличные продукты. Просто отдаю, потому что для меня много, много, мои сладки. Так, блеск. Один блеск, да. А теперь матовая стойкая помадка. Дальше, 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 дальше. Три бальзама, помадки вот этих вот. Лепестки, пальм. Три. Раз. Два. Три. Хочу аккуратненько поставить. Две помадочки Рената. Две. Потом, в общем, посчитаю вам помадки. Две помадки Рената. И вот такая вот первомутровая помадка. Одна. Две помадки матовые. Вот они. Вот они. Ну, они полуматовые такие, какие-то бархатные. Вот они. Да. Четыре помадки. Вот такие вот. Вот такие тяжеленькие тюбики прям. Вот они. Раз. Нет. Раз. Два. Три. Четыре. Ох, блин, а что это такое? Простите меня. Они, наверное, не уходят уходить от меня. Я так хочу все сделать нежно и аккуратно. Ну, наверное, это прям не в моем стиле. Нежно и аккуратно, чтобы все было, вот видите, все валится, все падает. А так охота, чтобы было приятненько. Ну, ладно, может кому-то крот косметики понравится. Мои сладкие, простите. Кисточку. Кисточку, кисточку, кисточку. Давай я тебя поглажу чуть-чуть. Тап-тап-тап-тап-тап-тап. Тап-тап-тап-тап-тап. Тап-тап-тап-тап-тап. Тап-тап-тап-тап. А вот сюда положу. Значит, две тоналки. Сиси-крем. И увлажняющий. Вот так. Вставлю сюда. Вот так. Теперь тоналка Миши. Миша, это BB-крем. Просто у них тонкие горла, им неудобно стоять. Или просто у кого-то руки и зубы выросли, и у него все падает. Вот и все. Не надо на кого-то всю свою ответственность перекладывать. Даже мои сладкие. Так. Восхитительную вот эту штуку отдаю, потому что пользоваться не буду. Ой, да что ты. У меня две тоналочки есть. Одна Диор, одна моя любимая стилотер. Я считаю, мне нужен праймер. Вот и все. Они у меня без праймера как бы и беды сидят весь день. Так. Вот эти вот румяшки. Какие красивые. Супер. Отдаю. Так-так-так-так-так-так-так. И вот отдаю. Две пудры. Две пудры осталось. Две пудры, две пудры. Две пудры. Одна. Вот эта вот у нас пудрочка. И вот эта пудра-плер. Пудра-плер. Все. Я надеюсь, все сейчас поставлю аккуратненько. Чтоб ничего не гремело сильно. Вот так вот. Да, мой хороший. Итак. Вот то, что я расхламила. Ну не расхламила, а даю в добрые руки. Один бреск. Одна жидкая помада. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, двенадцать. Помады в стике. Одна жидкая. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ароматов. Сюда и два. Отдаю парню. Вот. Две тоналочки. Три даже. Вот они. Теперь. Основа под макияж. Две компактные пудры. И два румяшек. Ну вот так вот. Так, мои хорошие. За ваше здоровье. Надеюсь, вам видео понравилось. Вот они. Видите, вот эти бальзамчики. Они прям совсем прям, ну как в кожу впитываются. Вот. Блеск. Хороший, красивый. Вот этот вот. У них блески хорошие. Фаберлик. Рекомендую. Вот эти помады. Обожаю. Вот. Красиво все. Я люблю продукты Фаберлик. Единственное, никогда больше не буду покупать ароматы и средства для лица. Никогда. Потому что я тоже много чего кроме этого брала. Все отдавала. Пудры тоже. В общем, продукты для лица. Тональные средства. CC кремы. BB кремы. Пудры компактные. Румяна. Бронсеры. Туда-сюда. Вот эти продукты для лица. Я никогда не куплю в Фаберлик. Вот и все. Потому что у меня другие предпочтения мои. Сладкие ароматы. Тоже не мое. Обожаю помады Фаберлик. И тушь. Покупать. Покупаю. Покупала и буду покупать только Фаберлик. Меня устраивает полностью. И цена, и качество. Я вообще супер. Итак. Мои вы сладенькие. Пишите. Понравилось ли вам это видео. Ставьте пальчики. Пальчики лайки ставьте, если понравилось. Кто хочет видео о моих ароматах. Напишите просто духи или твои духи. Или там Оксана. Ходим. Кто хочет, чтобы я показала свою заветную коробочку. С очень редкими нишевыми отливантами. Дорогими духами, которые я себе никогда не куплю. Скорее всего. Напишите тоже отливантик слово. Покажи отливантики. Или чем пошибче. Я могу их понюхать. Рассказать чем пахнут. Если получится. Или просто покажу их вместе духами. В общем. Мои вы дорогие. Вот такое вот видео я вам сегодня сняла. А еще раз прошу прощения у тех людей, которые любят вот эти конкретно продукты. Я ничего против не имею этих продуктов. Их у меня просто очень много. Кроме ароматов не люблю. Ароматы выберли. Вот и все. Хотя считаю вот этот, вот этот и вот этот. Аромат, который можно носить. Вот и все. Дальше, мои сладкие. Хочу пожелать вам спокойной ночи. И вот по этой коробочке вот так вот ноготиками поделать. Или постучать вот там потихонечку. И так, мои сладкие. Желаю вам сегодня всем спокойной ночи. Вот это мне нравится. Желаю вам всем, мои дорогие, крепкого-крепкого здоровья. Люблю вас. Люблю вас. Люблю вас. Люблю вас. Люблю вас. Люблю вас. Желаю вам мир в дом. Добро в дом. Счастья в дом. И любовь в дом, мои сладкие. Я вас люблю, уважаю. И мне очень дорого ваша обратная связь со мной. Ваши комментарии. Я все комментарии читаю. Прошу вас. Пишите мне комментарии. Для меня, знаете, мой канал это такая отдушина. И мне очень приятно с вами общаться. Люблю вас, мои сладкие. Пишите. А сегодня пятница. Пятница развратится. Ой. Простите меня. Может кто-то считает меня немножко ку-ку. Ну я, может, на самом деле немножко ку-ку. Все мы разные уже, да? Сегодня пятница, мои сладкие. Последний рабочий день. Я надеюсь, вы уже вот работали. Видео это у меня выйдет же. Вечером выходит. Сегодня вечером я не уеду на дачу с мужем. Мы поедем завтра утром. Почему? Потому что завтра утром мы хотим с моим супругом рано-рано утром встать и поехать на такой рынок, который у нас называется Алтын Орда. Золотая Орда, мои сладкие. Алтын Орда. Это находится в пригороде такой, ну там черта города, но далековато. Ехать мы хотим туда. Почему? Это рынок, оптовый рынок, фрукты, овощи и всякая там трава и так далее. А сейчас же идет как раз сезон арбузы, дыни, тыквы и так далее. И мы с моим супругом, вот начиная где-то с середины августа, еще сентябрь, еще начало октября, можем зацепить. Ездим туда, вот например мы поедем в субботу утром, да. Там он работает часов в четырех или с пяти, там закупаются все продавцы рынка в городе. Но там не обязательно брать мешками что-то, там они отдают по оптовым ценам и в розницу. Мы заезжаем на такую огромную площадку, где стоят такие машины большие, как контейнеры, только машины-грозовики. Как они называются? Фуры. Господи, слово фура забыла. И вы представляете, они вот так вот стоят, вот так, да. Сейчас я вам все тут опять разгромлю. Вот так, однако, 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 вот так их много-много-много-много. Вот так вот рядами прям стоят. У них сзади открыты двери, да. Ну вот они вот так распахивают. А там забито машины, арбузы, в другой дыни, в третьей там тыквы, там еще что-то такое. У меня мурашки, как я люблю, это все вкусненькое. Дыни и арбузы там таких сортов, которые не купишь вот в городе. Арбузы черные, вот такого цвета. Полосатые они у нас есть, а полосатые есть. Белые арбузы. Короче, разные сорта, такие вкусняшки. Дыни, скольких сортов, я даже такие иногда, знаете, в жизни не видела. Но мы вот благодаря тому, что мы постоянно ездим на Алтын-Арду, каждый год закупаемся, мы перепробовали очень много сортов, дыни, арбузы и так далее. И вот мы начинаем ездить, ездить, вот сейчас поедем в субботу, закупимся, съедим опять, едем, съедим опять, едем. Ну вот так, покупаем несколько арбузов, несколько дынь разных, и мы прям кушаем, 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 каждый день, в общем. И пока оно там есть, мы ездим. Ездим. Вот, сейчас как раз здесь он у нас. Итак, моя хорошая, я отвлеклась, а я вам желала спокойной ночи. Вот это приятно постукивает, так. В общем, рассказала все свои планы, вам завтра мы уедем утром на дачу, и там я вам хочу макияжики поснимать. Ну, хотя бы один точно сниму. Забрала уже всю свою косметичку с собой. Так. Давайте спокойной ночи вам все-таки пожелаю, мои хорошие. Желаю вам сегодня спокойной ночи. Желаю вам завтра, мой завтра, хороших выходных, прекрасного настроения, всего самого-самого доброго. Спите спокойно, мои сладкие, я вас люблю. Пишите мне комментарии, отдыхайте хорошо. Люблю вас. Пока-пока, пока-пока, мои дорогие. Пока-пока, мои сладенькие, люблю вас. Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Пока-пока, мои дорогие Пока-пока Пока-пока Спокойной ночи Пока-пока Спокойной ночи